О планах по развитию завода рассказал его руководитель Иван Демченко на встрече с губернатором Александром Ткачевым. Как отметил глава региона, сегодня Абинский электрометаллургический завод входит в число крупнейших на юге России, исправно платит налоги в бюджет и создает новые рабочие места. Это пример того, как должны развиваться промышленные предприятия. Вы на Кубани создали уникальное производство, наверное, ничего подобного никогда не было. Это электрометаллургический комбинат, завод, который выпускает более миллиона тонн арматуры, это литье настоящее, то есть это действительно для подражания для других инвесторов, а значит на Кубани можно выращивать не только зерно, не только заниматься курортной сферой, перевалкой грузов через порты, а настоящим производством. Это промышленное производство, которое никогда не было. И что очень приятно, что на ровном месте, в общем-то, за несколько лет создано предприятие, где работают несколько тысяч работающих, где около 7 миллиардов вся налоговая нагрузка. И, естественно, мы это ощущаем на краевом, на муниципальном уровне. Администрация края нам выделила 75 гектар земли под строительство. Перспектива сейчас строится третья очередь. Мы будем производить больше полмиллиона тонн проволоки. И следом же мы сейчас проектируем, буквально завтра специалисты улетают в Европу осмотреть и нам представят производство метизов. То есть мы должны делать более полутора тысяч наименований метизной продукции. Что это такое? Это крепеж для строителей. Это саморезы, болты, гайки, все виды проволоки. И это и фибробетон, если вы слышали, это такое новшество. Это Европа сейчас переходит на фибробетон. Это такая мелкая проволока, которая добавляется в бетон и используется вместо арматуры. Краснодарский край – лидер по потреблению металла. Кубань на втором месте после Москвы. Это важнейший показатель развития промышленности в целом, считает губернатор. Кстати, в планах руководства Абинского электрометаллургического завода запустить еще четвертую очередь производства в Курской области. Там будут выпускать материал, который обычно используется при производстве автомобильных шин. А это значит, возрастет мощность производства, появятся новые рабочие места, увеличится ассортимент продукции и объем отчисляемых налогов в бюджет региона. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеев, телекомпания «ФКТ» Галина Моисеев, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...